Первое заседание барнаульских парламентариев после летних каникул. И сразу к серьезным вопросам – корректировке городского бюджета, точнее, дополнительным поступлением. Казна краевой столицы пополнилась более чем на 900 миллионов. За счет чего произошло увеличение? Прежде всего, это аренда земли, продажа права аренды земли, это поступление штрафов, это поступление, получение дохода акционерными обществами за 23 год, и эти деньги поступили в казну города, и, конечно же, деньги, полученные нами от вышестоящих бюджетов. Дополнительные средства решено направить на строительство садика и школы в новых кварталах 2032 и 2033, усиление антитеррористической защиты в образовательных учреждениях и обновление оборудования в учебных и спортивных заведениях. Также часть денег пойдет на горячее питание для детей из многодетных семей, переселение граждан из аварийных домов и капитальный ремонт жилищного фонда. Часть суммы – 400 миллионов, уменьшит дефицит бюджета. Такие поправки в законопроект о бюджете приняты единогласно. Приступить к голосованию. Кто за? Против? Другой вопрос повестки коснулся инициативного бюджетирования. При таком люди вправе самостоятельно выбрать объект, на который выделят средства из казны города. Законопроект об этом был доработан. И с сегодняшнего дня конкурсная процедура для граждан и комиссии станет более понятной. Четкое толкование границ территории, на котором реализуется проект. Потом мы будем давать толкование территории, на котором идет сбор граждан за этот проект. Кроме того, закрепляется необходимость предоставления эскиза, если, допустим, таблицы графические. Принят законопроект и о почетных наградах, вручение которых приурочат ко дню рождения краевой столицы. В этом году его отметят 31 августа. Известно, что двоих жителей удостоят звания почетный гражданин города Барнаула. И еще двоим вручат памятный знак за заслуги перед городом Барнаулом. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, Денис Толком.